Ковид и не думал прощаться. В ближайшее время на Южном Урале прогнозируют пик заболеваемости. Увеличение числа пациентов фиксируют на протяжении месяца. За прошлую неделю количество заболевших увеличилось на 20%. Чем болеют южноуральцы, как выявляться ковид и другие опасные заболевания, сегодня обсудили на конференции в ЮРГУ. Ковид есть, он никуда не делся. Опять предвидится пандемия. Вирус достаточно мощно мутирует. Поэтому какой штамм придет сейчас, опять же, я не знаю. Причем нельзя сказать, что ковид стал стандартной простудой. Смертность все равно достаточно высокая. Плюсом опасности добавляет и постковидный синдром. Его фиксируют у большинства пациентов. Иммунитет существенно уменьшается. Появляются и другие достаточно тяжелые осложнения. Те, которые не лечились, не ходили, а потом пошло вот это вот у них нарушение, всякие разные, там все-таки все гораздо сложнее. При этом, допустим, у больных сердечно-сосудистой патологии, у них летальность, сейчас вся летальность, по сути дела, находится именно у постковидных пациентов. В регионе также отмечается и рост заболеваемости микоплазмой. Об этом подтверждают цифры областного Роспотребнадзора. Различие от ковида в том, что возбудителем является не вирус, а бактерия. Последствием может стать пневмония, причем в тяжелых формах. Симптомы стандартные. Высокая температура, интоксикация, кашель. Обычные противовирусные препараты не помогают. Понадобятся антибиотики. Вывод один. Лечить себя не стоит. Лучше обратиться к врачу.